Религия и духовность – два понятия, которые идут с человеком по жизни. Каждый их видит и чувствует по-своему, но понимает. Их святость и величественность неприкосновенно. Об этом рассказывает выставка «Небесное воинство», открывшаяся накануне в музее спасенные художественные ценности. В центре внимания экспозиции покровителей славянских православных городов. По учению святых отцов, каждое местечко без исключения имеет своего ангелохранителя. Для Бреста это преподобно-мученик Афанасий и архиадекан Никифор. Более 150 образов 18-го – первой половине 20-го века могут увидеть жители и гости областного центра. Многие произведения церковной живописи экспонируются впервые. Дело в том, что все эти иконы получены нашим музеем из Брестской таможни. Как мы знаем, весь наш музей посвящен деятельности Брестской таможни по предотвращению незаконного вывоза культурных ценностей за границу. Иконы поступали к нам из таможни в очень плохом, как правило, состоянии. Требовали серьезной реставрации. Поэтому такая выставка готовится около двух лет. Разрабатывается концепция выставки, отбираются иконы и другие произведения для нее. Идет исследовательская работа и, конечно же, реставрация. Все это кропотливый и ответственный процесс, который имеет важное значение как для духовной, так и для светской жизни и исследовательской работы. Здесь, безусловно, чувствуется тонкая проработка деталей. Художники и реставраторы, впрочем, как и авторы, вкладывали и вкладывают в каждую работу частицу своего сердца. Каждый образ – произведение со своей сюжетной линией. Пройдя по вот этим залам, мы можем влезти в эту атмосферу, проникнуться этой выставкой, этой темой. И действительно, 4 месяца – это достаточно большой срок для экспонирования выставки. Это позволит ознакомиться с этими прекрасными творениями не только жителям города, которые интересуются этой темой, но и нашим гостям и, как уже было правильно замечено, гостям музейного форума, который состоится в октябре 2016 года. Для более глубокого восприятия выставки кураторы экспозиции разделили ее на несколько тематических блоков. Первый – ангельский мир. Еще до сотворения мира видимого был создан мир ангельский. Но еще до сотворения мира ангельского был совет Пресвятой Троицы. И вот Христа на иконах также изображают в образе ангела, ангела Великого Совета или Спаса Благое Молчание. А далее яркая тема святых воинов, покровительская и наставническая миссия святых. Переходя от образа к образу, гость вернисажа погружается в духовный мир, изучая живопись и сюжетную линию произведений. Чудо архангела Михаила о флоре и лавре – ангел-хранитель с избранными святыми. Святитель Василий Великий – благоверный Александр Невский. К слову, авторство именно этой иконы ученые смогли установить. Она была написана в Троице Сергиевой лавре в мастерской Ивана Матвеевича Малышева. На меня произвело очень большое впечатление именно время написания икон. Это и XIX век, и там я смотрела, и ранние годы еще были написания. Вообще, эта выставка необходима, наверное, для каждого человека, потому что через вот этих святых, которые изображены, человек как-то приобщается к этому миру духовному. Возможно, вот эта благодать, которая исходит, она помогает осознать что-то в своей жизни, что-то очень важное.